МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА М-м-м, какая вкусная! Перед глазами сразу возникает белосиняя жестяная баночка. А внутри нее настоящее лакомство. А вы помните вкус сгущенки, который был лет 10 назад? М-м, какая вкусная сгущенка! Здравствуйте! В эфире программа «Осторожно импорт». В ближайшие 10 минут мы расскажем, почему сгущенка и сгущенное молоко – это не одно и то же. Кто из производителей использует настоящее молоко, а кто заменители молочного жира? И где в наше время найти сгущенку со вкусом, как в детстве? В начале 19 века во Франции возникла проблема – как сохранять еду для армии на максимально долгое время? Как раз тогда Наполеон обдумывал план завоевания мира. И этот вопрос волновал его, как никакой другой. Поэтому император Бонапарт объявил конкурс на лучшее сохранение еды. Вот тогда-то парижский кондитер Николя Франсуа Апер представил французскому морскому ведомству результаты своих опытов с молоком. Оценили их высоко, но консервировать молоко в промышленных масштабах стали гораздо позже. Сейчас я вам покажу, как приготовить сгущенное молоко в домашних условиях. Для этого нам понадобится 200 мл молока, но мы возьмем 400, потому что будем готовить 2 порции. А также сахарная пудра, тоже на одну порцию 200, мы возьмем 400. И нам понадобится масло. Наливаем молоко. Сахарная пудра. И добавляем масло 40 грамм. И все это размешиваем аккуратно, медленно. И ставим на медленный огонь. И варим ровно 10 минут. Как мама меня в детстве научила, и все ингредиенты дома есть, я его готовлю дома. Молоко, сахар, масло. Никаких посторонних добавок. Вот по сути состав настоящего сгущенного молока. В этой чашке моя сгущенка, а в этой с магазина. Подсветлый они практически не отличаются. А теперь попробуем на вкус. Без ложных скромностей моя сгущенка лучше и слаще. Может быть так и правильнее. Захотел полакомиться, не пожалей времени, приготовь сам. Ведь, как показывают проверки специальных органов, магазинному сгущенному молоку доверять можно не всегда. В марте было исследовано 337 проб молочной продукции. Нарушения выявлены в 82 пробах. В Астане в продукте молокосодержащим сгущенным сахаром, с растительным жиром, а также в молоке цельным сгущенным сахаром 8,5%, обнаружено повышенное содержание количества мезофильных, аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. В Залардинской области в продукте сгущенка с сахаром обнаружено несоответствие по физико-химическим показателям. Иначе говоря, молоко было с бактериями. Для употребления непригодное. Вся эта опасная продукция была импортного производства. Подделочное сгущенное молоко, конечно, они везде экономят. Экономят на сырье, поэтому добавляют красители. Я знаю, что есть такой специальный краситель, белило называется, который придает к сгущенному молоку определенный такой красивый цвет. В самом деле он очень канцерогенный. Также добавляют, чтобы долгосрочное хранение, и чтобы обеспечить, добавляют консерванты искусственные. Они тоже очень вредны для организма. Начинают подавлять иммунную систему. В организме начинает вырабатываться много свободных радикалов, которые могут привести даже, скажем, к краковым заболеваниям. А еще специалисты говорят, что банки, на которых написано сгущенка, варенка и что-то подобное, на самом деле не сгущенное молоко. Это молоко, содержащий продукт. Он не такой вкусный, тем более непитательный. Но зато гораздо дешевле. А искать нужно, как советуют, баночки с надписью «Молоко цельное, сгущенное с сахаром». Массовая доля жира в нем должна быть не менее 8,5%. Во многих компаниях, когда на сыре экономят, они больше добавляют растительного жира. А вот подделочные, они идут до 90-95%. В свою очередь, лишнее вот это, скажем, большое количество жирности приводит к тому, что у человека тоже развивается жировая дистрофия печени. То есть идет нагрузка на печень. В прошедшем году к нам импортировали около 9 тысяч тонн сгущенного молока. В основном из России, Беларуси, Украины, Кыргызстана. Попадала на наши столы и сгущенка из Польши. Выбор сгущенного молока на казахстанском рынке представлен широкий. Но вот какие марки предпочитают люди? Мы в самом крупном супермаркете столицы. Здесь и узнаем о вкусах астанчан. Продегустировать мы предложили три вида. Российскую, белорусскую и нашу отечественную. А это соленая. Соленая? Ей-богу, соленая. Вот это немножко вкуснее. Вот это вкуснее? Сахар немножко побольше. Жидкая какая-то. Ммм, это вкуснее. Вот это? Я. Да? Ничего не отличается. Одно лучше другого. Вот это, такие брюшни, они не уступают. Спустя некоторое время уже более-менее обозначился лидер. Ну вот это помягче, чем талант. Это мягкое, но вкус очень приятно. Где-то прям как будто как порошок какой-то. Но мы вот на фирму не смотрим, честно. По внешнему виду вот это лучше. Честно? Вот это вот. А чем она лучше? Она гуще и сладче. Да ну это бетовская, устанайская. Ну, наш производитель. Она какая-то вкусная. Наша более натуральная. Нежный такой вкус и как бы этот. Вот эти обычные, которые мы пробовали это раньше, а вот это необычные как-то, нежные. Вот это лучше. А чем она лучше? Ну, она больше напоминает вкус настоящей. Сгущёнки так, как будто бы не это. Как будто не настоящая. Это даже пробовать не буду. А вы какую обычно берёте? Я такую беру. Дай вкус. А после дегустации мы отправились на завод, где производят сгущёнку-фаворит, чтобы узнать подробнее о её составе. Оказывается, на предприятии поставили цель воссоздать именно тот забытый вкус сгущённого молока. Поэтому при изготовлении не добавляют ничего лишнего. Состав продукта молока, сгущённого сахаром, состоит из следующих компонентов. Молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар-песок и мелкокристаллический сахар. Создание безопасной молочной продукции на предприятии высокого качества невозможно без эффективной системы лабораторного контроля. У казахстанской сгущёнки нет ни рекламы, ни специального торгового отдела. Но любят её не только в стране, но и в Магнитогорске, Челябинске, Омске и Санкт-Петербурге. Потому что, в отличие от некоторых импортных производителей, казахстанские думают о здоровье людей. Везут сюда то, что там могут получить по шапке. Хоть сырые, хоть сгущённое молоко. Они завезли нам концентрированное молоко. Я в шоке был, откровенно. Но я понимаю, что деньги всем нужны, их много не бывает. Да просто это накалывает, по-другому не назовёшь, тех же самых людей. Краситель, ароматизатор. Потом мы удивляемся, почему наши дети не могут рожать. Для того, чтобы узнать производителя, надо, что он использует или что не использует. Надо зайти к нему домой, открыть его холодильник и посмотреть, что он ест. Соответственно, у вас в холодильнике только своя продукция? Мы можем проехать. Без предупреждений сотовые отдадим. И проедем. Посмотрите. Посмотрите на то, что цвет хорошего сгущённого молока должен быть белокремовым. Консистенция без комочков и без особого запаха. А банка не вздутой. Это значит, что сгущёнка ещё свежая. Используя эти советы, к вам на стол попадёт качественный продукт. Есть такой не только приятно, но и полезно. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok